Так, может с такого рода людьми вам встречаться когда-нибудь и приходилось. Петр Иванович? Петр Иванович? Петр Иванович, пока мы одни, могу сообщить вам все, что вас интересует. Знаю, что вас все это не интересует. Но исходя из интересов нашего отдела, наших общих с вами интересов, не хотите слушать? Не надо. Это же вы начальство, а не я. Это же под вас копают. Кто копает? Не знаю. Точно не знаю. Но яма уже глубокая. Ну, посудите сами. Вот, например, Семенов. Нет, этот под вас не копает, но он копает у себя на участке. Он в этом году клубники продал, больше, чем у соседнего колхоза миллионера ее сгнило. Вы представляете, сколько это? Это больше, чем Бельгия и Франция могут съесть за один присест. Можно было бы начальнику, своему начальнику, от которого все зависит, принести хотя бы ведро. Мало что вы ее не любите. А может, вы ничего не любите, что же вам ничего и не носить, что ли? Теперь Степанов, я про него ничего плохого сказать не могу, а вот хорошего не хочу. Ну, нет, про вас вообще ни слова. Ну, нет, про вас ни слова. Я даже нарочно его пытался выманить на откровенность и спросил, ну, как тебе наш Б.И.? Знаете, что он сказал? Он сказал, ай, ничего, мужик. Ну, ничего, Петр Иванович, это пустое место. А мужик, это просто оскорбление. Да? Потому что сколько женщин я в отделе не спрашивал, ни одна из них вас мужиком не считает. Вот так вот, понимаете? А Петров позавчера при всех сказал мне на ухо, что видел вас в гробу в белых тапочках. Ну, где видел? Не знаю, может, вы за город куда выезжали. Там прилегли отдохнуть светлой обуви. Ну, неужели непонятно? Выражение это фигуральное. Ему, видите ли, не понравилось ваше замечание о его проекте. Он сказал, что вы в этом деле не бум-бум. Как же так, когда весь коллектив знает, что вы только в этом деле бум-бум, а в остальном не в зуб ногой. Ну, это так они считают, кроме меня. Еще что? Ну, еще поползли упорные слухи, что вы со своей секретаршей. Вот. Понимаете? Со своей секретаршей вы. Вась-Вась. Почему поползли? Не знаю, наверное, потому что вы с ней действительно Вась-Вась. Потому и поползли. Но не вы с ней, а нас с вами какая разница. Не Вась-Вась, а Петь-Петь тоже не имеет значения. Я эту ложь сразу опроверг. Я сказал, не может он. Я сказал, не может он тебе этого позволить. Вы что? Народ утверждает обратное. Зачем, Петр Иванович? Народ не видел, но народ слышал, когда вы закрывали дверь своего кабинета. Она вам сказала, что вы ее ставите в неловкое положение. Понимаете? Нет, это я понимаю, что вы закрывали дверь, чтобы диктовать не мешали. Я тоже всегда запираюсь, когда жене диктую. Правильно, что вам на эти сплетни наплевать. Я ходил в миском, в миском и считает, вам на все наплевать. Молчу, молчу. Хорошо, продолжаю. А в океан снова написал анонимку. Откуда я знаю? Я ему в ней ошибки исправлял. Откуда я знаю, главное. Пошли дальше. Сейчас я вам такое скажу, что у вас на ногах волосы дыбом встанут. У Николаевой зять ездил в командировку в Австралию, привез ей оттуда болгарские джинсы. Николаеву за это накормило финским супом из нашей вермишели. Дело будет разбираться в товарищеском суде, если зять из больницы выпишется. Теперь, что касается Стеблова. Не пьет, не сквернословит, не изменяет жене, работает от звонка до звонка, не халтурит, всему верит. То есть, налицо явные признаки психического заболевания. Поэтому он практически не опасен. Но вот Топтунов совсем наоборот. Одевается лучше всех, ни в чем не разбирается, явно метит на ваше место. Почему я это говорю вам все? А я здесь больше, собственно говоря, никого не вижу. А, почему вы должны это слушать? И я считаю, что не должны. Ну, слушайте. А раз так, Петр Иванович, мой принципиальный гражданский голос будет звучать до тех пор, пока я буду видеть перед собой ваше принципиальное гражданское ухо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»